Но самое поразительное, конечно, это их голоса, Самвелла и Надим. То матом крылья, всех посылали нахрен легко и просто, вот просто, вот на раз-два, а тут все по-другому. Елейна, так знаете, мягко, по-доброму, помогите, кто может. Как это душевно, сказал Севка после очередного перевода. Душевно, видите как. Сделали перевод и сразу зрители такие отзывчивые стали, такие хорошие, такие душевные. Да мы это уже видели неоднократно. Было уже это не один раз. Когда присылали посылки, он тоже говорил, спасибо, спасибо. А потом бил магнитики, а потом выбрасывал вещи и говорил, да вы говно слали, что вы слали. То же самое будет и в этот раз. Он точно так же скажет. Да что вы там помогли? Прям там. Вот вы, которые пишете, вы ничего не помогли. А те, которые помогли, они ничего и не напишут. Потому что вот помогли и на этом все. Вернется это все на круги своя. Все будет точно так же. Надя как-то сидела, ну не знаю, может быть она была ошарашена тем, что ей все-таки присылают. Может быть она думала, столько гадостей написали, сейчас сядем. А никто, никто ничем никак не сможет помочь. Конечно она благодарила, говорила спасибо. И постоянно Севка ее дергала, чтобы она озвучивала все вот эти цифры, которые присылали. Я почему-то больше склоняюсь, что она была ошарашена. Не знаю, может быть и воспринимала как само собой. Хотя, ну как это можно воспринимать вот подобным образом? Кто-то в самом деле обязан был присылать, кто-то обязан был помогать. Нет, конечно. Наде написали, что она халявщица. Промолчала. Понимаете? Видите, как все меняется, как все течет и изменяется. А вот изначально так нельзя себя было вести. Вот если бы сейчас не шел бы сбор, и Надю назвали халявщицей, она бы так разоралась. Она бы так высказалась по этому поводу. У зрителей голова бы кругом прошла. Они бы все о себе услышали. Какие они такие, сякие и разэдакие. И она бы доказывала, что она ни разу не халявщица. А здесь я халявщица, да, я халявщица. Так скромно, без агрессии. Я вот, знаете, когда смотрела эту трансляцию, я вспомнила канал Кати Ивани из Испании. Зашла к ним, думаю, освежу в памяти. Когда же они открыли канал? Канал они открыли на год, раньше Самвела. Они где-то в сентябре 2012, в августе. А Самвел в сентябре 2013. И вот, какими я их видела. Ну, вначале Катю, Ваня потом уже присоединился, они познакомились. Вначале Катя была. Вот какая она была в первых видео. Вот они точно такими же. Ну, вот потом Ваня, когда пришел в видео. Они такими и остались. И вот уже спустя 10 лет они такие же. За эти 10 лет, вот сколько Севка ведет свой канал, столько же они. У них 3 миллиона 730 подписчиков. Или 700... Да, 730 тысяч подписчиков. За те же 10 лет ведения канала, что и у Самвела. Тот еле-еле собрал полмиллиона, а эти практически 4 миллиона. Вот отрыв, да, в подписчиках. И они не зазнались. И они не ведут себя так, как Севка. Через губу не плюет, понимаете. Вот носом облака задевает. Вот до такой степени он зазнался. До такой степени он задрал нос. Никогда ничего не просили. Я, по крайней мере, я никогда от них не слышала. Помогите, не помогите. И эти люди не гнали, как Самвел. В том отношении, что они не трясли грязным бельем своей семьи. Этого не было у них на канале. Они не выставляли себя дураками, не выставляли клоунами, не ворошили белье, не бегали в трусах. Это вот к слову о том, что Севка говорил, что если ты не будешь выставлять грязь, то тебя и смотреть никто не будет. Ты будешь неинтересен. Однако же, как бы то ни было, смотрят. Смотрят и продолжают подписываться. Купили дом с бассейном. Опять же, мне вспомнилось, не так давно Севка, вот буквально же на днях он говорил, что хотел бы недвижимость за границей. А другие за 10 лет ведение канала приобрели. В Москве выпрашивал, я уже говорила об этом. Слава богу, не нашлось желающих. Теперь без мыла лезет к тем, кто за границей. Вдруг кто-то захочет сделать ему такой подарок. Помогите. Вот я тоже хочу. Может быть, кто-то сможет. Жди. С протянутой рукой стой. И не стыдно. Просить ему на это не стыдно. Когда помощь не нужна была Наде, как она себя вела? Она кричала, махала руками и посылала всех далеко-далеко. Ну, не всех посылала, как сказала Надя. Еще все впереди. Пошлет и не раз. Доказывала. Помните, что все недовольны ее поведением? Это просто-напросто завистники. Они мечтают попасть на ее место, но понимают отчетливо, что это невозможно. И вот поэтому, по этой причине, ей пишут такие гадости. ТВ-шка на себя одеяло тянула, тоже орала, что вот у Самвела 500 тысяч, и все мечтают быть на моем месте. О чем они говорят? О чем вот эти женщины говорили? Вот какое такое у них место, чтобы у других были мечты на нем оказаться? Вы хотите оказаться на их месте? На месте мамы Самвела, на месте Нади? Я вижу женщин в возрасте, больных. Этому завидовать? Ну вот если на их месте оказаться, значит, надо полностью быть, извините меня, 75-летней больной женщиной, или 64-летней. В отношении питания завидовать? Тому, что севка не может, ой, ТВ-шка не может себе позволить есть, у нее есть возможность кушать определенную пищу, но она не может по, то у нее одна причинная проблема из-за диабета, то теперь другая причина, у нее там что-то, ноги начали отекать. Этому завидовать? Или завидовать Наде, которая вот пищей довела себя вот до такого состояния? Что такого, например, они едят, чего не могли бы позволить себе другие? Другие тоже это позволяют, но просто не разъедаются до такой степени, вот и все. Забота, как ТВ-шка говорит, что вот такой замечательный, прекрасный сын, этому завидовать? Они даже не догадываются, что у других есть возможность получать заботу от близких и в то же время не слышать свой адрес упреков об этом. Мне кажется, если ТВ-шке об этом сказать, она даже удивится. Она скажет, так не может быть. Как это так? Вам помогли, вам сделали и вас не упрекнули? Потому что она прекрасно знает по себе. Как это ее постоянно этим упрекают, этой помощью, а других нет. Значит, получается, кто-то живет лучше, чем она? Этого она, конечно, не приемлет вообще, не признает и скажет, это неправда, вы врете. Что можно не слышать стеба, оскорблений. Она в это тоже не поверит. завидовать Наде, что она пролезла в эту семью и просто сидит, оккупировав вот это кресло? Завидовать этому? Ладно, если скажут люди из других стран, что они не хотели бы туда попасть, конечно, ни ТВ, ни Надя им не поверят, скажут, ну, это все потому, что у вас нет такой возможности. А если бы вы жили поблизости, то тогда, однако, есть люди, живущие в Днепре, которые знают Самвела, которые смотрят его. И что, если бы они поставили перед собой такую задачу, было бы у них такое желание приблизиться. Они бы могли этого сделать, но они даже ни малейших попыток не предпринимают. Наде этого не понять. Вот лично Наде. Она думает, что как ей было важно проникнуть в эту семью по каким-то своим определенным причинам. А они есть. Ничего не делается просто так. Все вот эти сумки, которые она перла, битком набитые, это все не просто так, не спроста. Не потому, что такая добрая Надя. она ездила не к бедным, не нищим, которым нужна помощь. Таких полно и в деревне. Но что-то Надя к ним туда не рвалась помогать. Она перлась именно сюда с какой-то определенной целью. О, как вот эта божья коровка. У нее тоже своя определенная цель. Смотрите, как она чешет. Вот и Надя тоже. И она таки пролезла. И может быть сейчас как раз то, что происходит, это как раз исполнение того, что было задумано ею заранее. Почему бы и нет? Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих частях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok